Для привлечения медперсонала на работу в муниципалитете действует 7 программ целевого набора кадров. О том, насколько они эффективны, рассказала заместитель главного врача Одинцовской больницы Наталья Винжега. На данный момент в БУСМО Одинцовская областная больница работает 3844 человека. Из них 1067 человек – это врачи и 1611 – средний медицинский персонал. За неполный первый квартал мы приняли 156 врачей и 118 – среднего медицинского персонала. Хороший достаточно показатель, ведем 90% укомплектованности кадров. Положительную динамику в привлечении сотрудников обеспечивают региональные программы «Земский доктор», «Приведи друга», «Социальная ипотека» и иные меры соцподдержки. На сегодняшний момент также у нас есть губернаторская доплата врачам-терапевтам-участковым, врачам-педиатрам-участковым, врачам общей практики, медицинским сестрам-участковым на доплату в размере 32 тысячи рублей ежемесячно. На сегодняшний момент получают 276 человек, из них как раз терапевты-участковые – 109 человек, педиатры-участковые – 76 человек, врачи общей практики – 2 человека и медицинские сестры – 89 человек. Помимо этого, на постоянную работу в Одинцовском округе привлекают молодых специалистов из медуниверситетов. После трудоустройства новые сотрудники обязательно проходят собеседование и заполняют анкету, где указывают, какая из мер соцподдержки стала для них наиболее привлекательной. У нас очень хороший процент, 90%. Это одно из лучших достижений по Подмосковью. Мы в зеленой зоне по этому параметру. Но, как мы и договорились на предыдущих встречах, нам нужно планку сдвигать уже к 95-6-8% к тому, чтобы те жалобы, которые сегодня все же поступают по ряду отдаленных территорий, все-таки и они тоже пропали с поездки, чтобы на каждого жителя хватало узкого профильного специалиста. Несмотря на рост численности медицинских сотрудников, в округе все еще остается текущая потребность в узкопрофильных специалистах. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...